Итак, мы начинаем вечерний прайм на 112 Украина. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. И вместе с нами рискуете знать больше. И далее мы подробно поговорим о таком. Ну что ж, парламент пока не дошел, но журналистам уже рассказал. Премьер Гройсман отчитался об итогах работы своего правительства за год. За отставку проголосуют. Но кто следующий? В радио обсуждают, кто может заменить Валерию Гонтареву. Обещали, но не принимают. Почему в парламенте завис вопрос о наказании за двойное гражданство? Эти и другие темы мы уже сейчас начинаем обсуждать с лидером всеукраинского объединения «Свобода» Олегом Тягнебоком. Он гость нашей студии. Приветствуем вас. Доброго вечера. Витаю, товарищи. Рады вас приветствовать, конечно же. Ну что же, отчитался перед прессой. Знаете, о ком? Да, понятно, вся страна знает. Это премьер Владимир Гройсман. И он подвел итоги года во главе правительства. Чем он запомнится? Итак, действующий Кабмин установил единую цену на газ. Из-за чего платежки на отопление и горячую воду выросли вдвое. Впрочем, это способствовало уничтожению коррупционных схем в газовой сфере, а более 7 миллионов семей получили субсидии. Правительство вдвое увеличило также минимальную зарплату до 3200 гривен. В 2016 году, благодаря увеличению финансирования, отремонтировали рекордные за последние 10 лет тысячи километров дорог. Впрочем, есть и неудачи. По мнению многих экспертов, нет ощутимых результатов в борьбе с коррупцией, в частности, в налоговой и на таможне. Кроме того, правительству не удалось начать давно обещанную большую приватизацию. Сам Владимир Гройсман заявил, что сделал все возможное в тех условиях, в которых ему пришлось работать. Действительно, мы слышим огромное количество самых разных отзывов о деятельности правительства Владимира Гройсмана. Кто-то, как, например, его предшественник Арсений Яценюк, даже называет его лучшим премьером. Такой каминг-аут от господина Яценюка. Кто-то, наоборот, его критикует, говорит, нет, все, нужно отправлять в отставку. Но, так или иначе, сам господин Гройсман не спешит приходить с отчетом в парламент. Хотя, обычно, именно после этого следует голосование о доверии или же недоверии к правительству. Почему, почему тянет господин Гройсман? Как вы считаете? Ну, первое, я бы хотел, чтобы мы не разделяли Гройсмана, Яценюка, что это разные политические силы. На самом деле, это одна команда, которая сегодня представляет владу. И вот вы дали уривочек с интервью сегодняшнего звита перед пресой пана Гройсмана, нашего премьер-міністра. И он сказал таки, мы пришли на хвиле там политической кризисы. Мы – это кто? Володимир Гройсман? Его команда, да. А его команда – это кто? Его команда – это половина министров из партии Яценюка, половина министров из партии Порошенко, которые становят большинство сегодня в парламенте, плюс коалиция большинства, как они декларуют. Это еще есть недобитки, как говорят, из партии регионов, которые разом с ними голосуют. На самом деле, то есть коалиции, де-факто, нет, как и сам уряд Гройсмана, это очень важно, который был выбран 14 квотня 2016 года, как вы помните, выбран был юридично нікчемно и нелегитимно. Пригадуете, тогда мы даже с вами говорили, я был в вашей студии, что была постанова три в одному. Відставка Яценюка, обрання Гройсмана и скасование незадовольной оценки работы Яценюка. Но еще раз наголошую, Гройсман – это продолжитель политики Яценюка. Гройсман, Яценюк, Порошенко – это одна команда. То есть вы не разделяете так, как разные правительства? Да, это не то, что я не разделяю. Народ не маю разделяю. Но здесь как фонты, да. Так вы, так вы понимаете, они зацикавлены в том, чтобы людям кинуть, скажем, такую игрушку. Могляв, я хороший, а вот он плохой. Уряд добрый, президент плохой. Парламент плохой, а уряд добрый. Не может так и быть. Олег Гройсман, разделяете ли вы это правительство с тем правительством, в которое входили, например, министры от свободы? Это был правительство Арсенея Яценюка. И «Свобода» несла ответственность за несколько месяцев работы наших министров. Я вам хочу напомнить, что сразу после того, как «Свобода» не получила поддержки в парламенте, мы дали вказку нашим министрам, и это был первый в истории Украины факт, что наши министры, не тримаясь за кресла, оскольки партия, которую они представляют, не попала в парламент, значит, не отримала довіри выборців, не будем говорить, что мы то пройшли, а нам просто, скажем, скосили тот результат. Вони вийшли на прес-конференцию, и они, и головы областных адміністраций, и головы райадміністраций подали у відставку. Но за тот период, когда они были в уряде, декілька месяцев, конечно, что наша политическая сила несла ответственность, и, возможно, даже эта ответственность, скажем, реализовалась потом уже и, соответственно, на выборах. То есть, я этого не снимаю, но мы не были членами цієї команды, теперешньої команды, потому что я вам хочу напомнить, что именно в липні 2014 года «Свобода», вышла из коалиции до липня 2014 года, так, были, но с липня 2014 года, потому что такая была вимога Майдана, вышла из коалиции, мы провокировали достроковые парламентские выборы, потому что этого хотели люди. И мы не трималися за кресла, потому что такая была потреба в нашей стране, чтобы в наступном парламенте не было коммунистов и меньше было регионалов, что и сталося. Но сейчас таки как раз нас убеждают, что эти дострочные выборы, они убьют вообще Украину и так далее. Убеждают кто? Переконую, влада. Так вот. Давайте еще одну хвильку. Так вот, что уряд Гройсмана? Что уряд Яценюка? Чи что будь-який уряд, який может быть обраний цим нелегитимным парламентом? А чому он нелегитимный? Бо немає коаліції більшості. Ну нема на папере. Ніхто нам не показав, що є більшість в парламенті. Так ось, будь-який уряд, то немає значення, чи Гройсман зараз буде премьером, чи хтось інший. Це є одна команда. І вони мають нести всі співвідповідальність за весь той стан справ, який робиться в державе. І це є команда олігархична. Бо за кожним, співвідповідальниця, абсолютно верно. Бо за кожною політичною силою, а відповідно і за урядом, і за міністрами, стоять олігархи, які збагачуються. Так то важливо. Так это вот, я что подчеркиваю. Олігархичний уряд, до того часу, поки олігархи будуть пити кровь з українців, до того часу, який би уряд не обирався, Гройсман, Шмойсман, Яценюк, там якийсь паладюк, немає значення. Ну, понимаете, у нас в любое правительство приходит на волне защиты національних интересов, і в любом правительстве в итоге выясняется, что защищали исключительно олігархи. Так вот, власне, правильно. Тому що ці політичні сили, це є олігархичні сили, бо олігархи вкладали в них, вони в свої списки брали представників, лоббістів, крупного бізнесу. І от в чому зараз проблема? Що вони працюють на ухвалення законів і постанов в уряді, і діють як найвищий виконавчий орган нашої держави в інтересах пануючого класу крупного капіталу, а не середнього класу і простих українців. Назовіть мені ту політсилу, серйозну, яку можна назвати десіжнмейкером, яка б не являлась цим самим профсоюзом, який обслуживає інтереси олігархата. Ми об этом говоримо постоянно. Всеукраїнське об'єднання свобода. Ми об'єднання свобода. І в Україні об'єднання свобода теж связувалися з іншими олігархами. Я вам поясню, той, хто связував, це, власне, і робив тому, щоб скомпроментувати нашу політичну силу. Бо нам, відмінув від неї всіх інших, ми є ідеологічна партія. І я вам хочу сказати, що то, що ми говоримо, той ми і робимо. Наша партія, яка сьогодні вже виповнилася 25 років, впродовж чверть століття, ні на крок не відходила від своєї програми. І ми те, що декларуємо перед виборами, ми так і робимо. Ми не кнопко давили, ми відвідували парламент, в мене не було прогулів наших депутатів, так і зараз немає відповідного в депутатів місцевих рад. Тобто, ми є класична ідеологічна партія. Звісно, що наші політичні опоненти, щоб нас обгадити, щоб нас, як то кажуть, кинути в одну помийну яму разом з ними, що нібито всі однакові, зрозуміло, що вони нам закидували. Але насправді, ви жодного прикладу ніколи не приведете, щоб свобода хоч раз або діяла, або голосувала в інтересах олігархів, а не в інтересах української нації. Ну да, ми чому об цьому напомнюємо, тому що в наших студіях, ви ж сами знаєте, ви смотрите, і це звучит. Це політична боротьба. Звісно, що я зі своєї точки зору теж подиваю. Олег Викторович, поэтому, действительно, у зрітіли складываються впечатління, ви говорите, що ми ідеологічна політична, що нас же все говорять о ідеології, а в итоге, получается, що ідеологія одна, золотой телець, котрому поклоняються те чи інші політични. Але за 25 років ми це показали, що то, що в нашому святому ліду написано, то і відповідаємо. Так ось, що це дійсно відповідаємося до Гройсмана. Давайте ми добавимо інформації, і ви прокомментируєте. Просто, щоб ми не кричали вже громче друг друга. Добавимо інформації і услышимо ваш коментарий. Ну, хорошо. Спасибо большое, Боже, говорю, і прям могу тихо говорить, сработало неплохо. Да, тому що по секрету, практично, ось так оцінил роботу прем'єра Гройсмана народний депутат Алексей Порошенко. Ви говорили багато о коаліціях. Знаєте, виходить, що у нас там є, а не є. Але навіть те, що є, в такій коаліція, вона так і виглядяється, як, ви говорите, відповідальність, відповідальність, як коаліція, знаєте, такого до зубу вооруженого нейтралітету. Тому що все, вроде, як єдиное целе, але в то же время, ну, масса моментів є, які, наверное, хотіли б змінити ці жі коаліціанты, там, в раскладах политических, і в міністерських, і в прем'єрських, возможно, то що нам скажуться об этом. Але зверніться, що це не є в інтересах українців. Це в інтересах їхніх окремих бізнесових, олігархічних, кримінальних груп. Тобто, якщо вони хочуть зараз поставити якогось міністра, як це відбувається в них? Якась там група, наприклад, всередині коаліції, чи вона входить в Народний фронт, чи вона входить в БПП, чи вона належить до відродження, чи волі народу, чи там оті позапартійні, позапартійні, які голосують, вони, скажімо, починають не голосувати, починають фиркатися. І до них приходять, скажуть, а де ваші 10 голосів? Вони кажуть, а дайте нам міністра. От дайте нам такого міністра, от тоді, що би ви не казали, ми завжди за це все будемо голосувати. А це там прийшовці? Тобто, так відбувається. Тобто, тому я говорю, це є фарс. Ройсман зараз розказує, що вони там якесь благо дуже зробили. Так вони благо роблять для 1% населення України. Тобто, для олігархів Насправді, найкраща оцінка звіту, це чи люди відчувають покращення чи ні. Згадайте, от я дуже люблю зараз, скажімо, не будучи в тій вирі отих всіх, знаєте, політичної боротьби влади і так далі, я люблю дивитися і порівнювати те, що говорили політики рік тому назад, два роки тому назад, п'ять років тому назад. А знаєте чому? Тому що знаю то, що я говорив. Воно все відповідає і я то саме зараз говорю. Ніколи не знайдав. Так що Ройсман казав, як він став 14 квітня 16 року, стукав кулаком і казав, я вам покажу, я вас навчу, як керувати державою. Казав він такі? Ну, знаєте, Олег Ярославович, а з другой стороны? І що, прийшов рік, простой українець, відчув, ото такий грозний, я вас навчу, як керувати державою. Та навіть... А за три роки після Байдана простой українець почувствував улучшення или нет? Ну, звичайно, що ні. В деяких моментах, звісно, що Україна стала іншою державою. Три двісті, подождите. Ну, про що ви, ну, послухайте, це все дуже добре, що зарплата три двіста. Але ж ви розумієте, що це ухвалювалося не в інтересах простих людей. Це все ухвалювалося в тому числі для того, щоб закрити дирки пенсійного фонду. Бо чим більша заробітна плата, тим більше вони стягували податки. Але насправді, їм треба просто менше красти. Розумієте? Бо насправді... Ні, я не говорю це голослівно. Бо кожен з них, прем'єр, міністр, вони представляють інтереси якоїсь олігархічної групи. А ви готові предоставити документи, що от кожен міністр, прем'єр-міністр і так далі украл, условно говоря, такі-то речі? Кожен з тих міністрів це є гвинтики в величезній машині. Я вам розказую, що вкрали вони всі разом. Це є офіційні дані. Будь ласка, ці дані давали різні інститути, різні структури. Перше називаю вам. 40 мільярдів, це тільки офіційно було визначено, це є цифра, скільки нинішні олігархи, господарі отого уряду і парламенту, винні українській державі. Ким цифра була? Ну, наприклад, вчора про це говорила, вже не знаю, голова Національного банку, чи не голова Національного банку, Фірта Шльовочкін, щось там винні, 20 мільярдів. А по вищому руководству Нацбанку, НАБУ, Тази штат, вернее, веде розслідування, і якщо це сумувати, всі ті суми, які декларувалися, що винні через рефінансування банків, через оті злуживання і так далі, це 40 мільярдів. До речі, для порівняння, я вам хочу сказати, ми зараз клянчемо в Міжнародного валютного фонду 9 мільярдів. Я вам називаю іншу цифру. 116 мільярдів доларів, вивезену з України протягом отих 10 років і сховано в офшорних зонах. Вибачте, будь ласка. А це чі цифри? Просто, щоб розуміти істочники інформації. Почекайте, це цифри, які є загальновідомі. Це є цифри, які є офіційно визнані. Різними експерсами. Почекайте, а ви що, тобто ви в тому сумніваєтесь? Ні, я не сумніваюся. Я хочу услышати від вас істочники інформації. Просто, щоб наш зритель розумів, відкуди зрізнятися ця рівня. Добре, я вам називаю. Я вам називаю сьогоднішнє джерело інформації. Энст Янг. І от Гройсман тут нам розказує, що в них величезні успіхи в боротьбі з корупцією в енергетичній сфері. І тут бац, серед 41 країни світу Україна опиняється на першому місці по корупції. Бізнес-влада. Це є не дуже добре. Так до чого я веду? Це не смішно. Це не смішно. Це є проблема. Бо до того часу, поки олігархи через політиків будуть керувати державою, до того часу у нас буде така проблема. До того часу, поки влада буде затягувати пасок на шиї українців, а не, вибачте, на пузі олігархів, до того часу у нас буде така проблема. До того часу, поки депутати будуть голосувати за закони в інтересах представників крупного капіталу, А не развивать средний бизнес в Украине, не вдосконаливать податковую систему, не встановить законы, которые в свой час «Свобода» предлагала, например, военный податок с олигархи, а не с простых граждан. Або прозорую и реальную процедуру повернения денег с офшори сюда, в Украину. Это же они заблокировали. Кстати, обещали в прошлом году принять этот закон, но так и и приняли. А почему заблокировали? Да, потому что им не выгодно. Потому что каждый из них, который сидит там, или в урядовом кресле, или в парламентском кресле, на жаль, мне это очень прикольно. Они думают в интересах, на превеликий жаль, олигархических кланей, а не в интересах украинской нации. Больше того, больше того, вы же должны понимать, что они все закрутили, знаете, как вот это несконченное коло. Так мы же это, Олег Алексеевич, мы поэтому кругу бегаем, замкнули. Давайте мы попытаемся круг разорвать. Смотрите, а можно, смотрите, а мы же наобъясним про свои. Олег Алексеевич, мы по поводу круга. Вы просто, Вова, мы почему вас так допытываемся? Почему Вова постоянно говорит, скажите документы, где оно все? Это за вами ведомый факт. Понимаете, он вообще известный факт, это последнее время начальства, что очень плохое вещь. Вы же не будете меня, вы же не будете терроризовать, дай мне документ, что в Киеве вы знаю цветуть каштаны. Я вам объясню. Ну так вот цветуть каштаны. А это конкретные факты. Потому что когда к нам придут, представители, вы нас поймите. Я же хочу вам объяснить так подружески. Просто когда придут, я же говорю, а мы сделали там то-то-то, а потом вот Полуев ему говорит, что вы же своровали. А он говорит, а документ, Полуев, положи мне или Степанет, да? А вы тут сказали... Потому что по поводу каштанов, вы говорите, да, цветут каштаны, но на сколько деревьев цветет каштаном. А здесь уже нужно подкреплять какой-то информацией. А иначе все это напоминает разговоры на кухне, да, они все воруют. Стоп, не, стоп, стоп. Я говорю конкретными фактами. Вот. Те цифры, которые я называю, это конкретными фактами. А когда вы мне рассказываете, что приходит вам БПП, или кто-то другой от влады, то вы просто-напросто им говорите, давайте мы выйдем на улицу и спросим в людей. Больше того, а сейчас давайте мы скажем, вот до людей, прийдем, стоят люди на автобусной зупинке. Вот это представник влады. И посмотрим, что эти люди с этим представником влады сделают. А вот давайте мы сейчас... Это тест. Ну вот пока вы говорите об олигархах, мы сейчас вернемся все-таки. Потому что если там Гонтарева делает заявление, она же говорит только об определенной олигархической группе, да, о группе Коломойского, о других она не говорит. Ну, это просто поговорим, пути, сипит, киноги из России. Так вот мы сейчас об этом и поговорим, почему те или иные политики горят о тех или иных олигархах, о их интересах. Ну, вот, по крайней мере, как это с Гройсманом. Сейчас будем связывать. В долгу не остался премьер Владимир Гройсман. Он прокомментировал разные варианты возможных решений стокгольмского арбитража по газовому иску Украины против России. По словам главы правительства, если вердикт будет не в пользу Киева, выплачивать такие суммы штрафа, в нашей стране попросту нечем. Если только Москва не примет своеобразный бартер. Олег Гройсман, что начинает шутить? Ну, на самом деле, Олег Гройсман, вы понимаете, а помните Шокина, как это Америка предлагал миллион долларов? Миллиард. Миллиард, прости, да, шуяшь про это, понимаешь, что все, демпингую, демпингую. А на самом деле, если это распродажи устроить, аукцион, то мы же заработаем нормально, правда, друзья? Но это шутки, а вот если реально к этой ситуации, и что значит вот эти вот колкости, обмен вот этим всем? Я вам скажу, что это означает. Перше, ну, Гройсман, який же он тоди классный, хороший премьер, как он много сделает, как он не знает, где взять деньги. Ну, это как раз, вы знаете, они лукавляют. Это не всегда есть деньги в тумбочке, которые могут потянуться. Они рассказывают, мы такие классные, мы такие классные, мы столько сделали, и тут же же каже, ой, нам не мать чем пенсийный фонд дырку закрывать, ой, у нас есть проблемы, потому что нам не мать сегодняшние деньги, за что платить. Ну, вибачте, какие же вы тоди классные. Вы тоди просто абсолютно бездарные керевники. Або, я бы по-другому сказал, обдаровані керевники. Просто ті гроші, які мали піти в бюджет, вы вкрали и запхали собі в свою кишень. Другий момент. От вам зараз говорю про ваши документы, про которые вы говорите. Они говорят, где нам это 10 миллиардов или больше, он даже цифры не может назвать. А я вам скажу, порахуйте, сколько в них там в электронных декларациях, они готівкой задекларировали. О, они, они все, вот эти, как раз, то, что сидят в уряде, то, что сидят в парламенте, то, что сидят навколо них, члени тих наглядовых рад и так далее, и так далее. Вот где гроши. А они рассказывают, нема и где грошей взяти. Це є лукавство. Еще один момент. Вы же понимаете, зараз начался процесс уже, как бы, такой политичной игры. Бо, насправді, влада дуже хитается. Но мы же не пойдемте по тумбочкам, Маля Еснач, по первому вашему пункту. Мы же не пойдемте там по тумбочкам каждого, значит, из этих декларантов. Национализация. Что говорит на этом? Знаете, это называется отобрать и разделить, знаете. А якщо, а якщо були під час приватизації зроблені величезні порушення, якщо в нас з вами, як простых громадян, вкрали під час так званої прихватизації, то что, мы не должны это повернуть? Вибачьте, будь ласка, от зараз, приватбанк национализовали? Все нормально, всі задоволені. Да, а что все нормально? Дніпро авиа... Як все нормально? Дніпро авиа подали на национализацию? Тобто, теперішня влада показує, що такі питання, як конфискація, национализация, це абсолютно реальні речі. Наступне, ви повинні зараз розуміти, що зараз відбуваються у влади дуже величезні проблеми. По-перше, на міжнародному рівні, нова адміністрація президента Америки зараз ставить питання, а де гроші, які платилися? Ні-ні-ні, я підвожу, я зараз не про Трампа, я підвожу до того, що Америка питається, де гроші, які були витрачені. Друге, величезні проблеми в нас в країні, оці всі економічно необґрунтовані щоквартальні підвищення тарифів, ціни, які скачуть туди-сюди, плюс війна, призвело до того, що є величезне незадоволення людей і катастрофа. Влада думає, як рятуватися. І тому зараз починають людям кидати отого хробачка у вигляді нібито іноземців в уряді, нібито, 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 нібито народ заспокоїтися, нібито відставок різних. Вот, вот здесь, вот здесь, смотри, позвольте мені вопрос просто по поводу возможних відставок і так далі. Я знаю, що у вас, у вашій партії, дуже напряжені відношення з міністром внутрініх діл України, Арсеном Аваковим, який напрямую обвиняв і вас, і представників вашої фракції в совершенні террористического акта і судилися, і так далі. І вот здесь возникає следующий момент. Ну, как бы оставимо в покое именно тонкості ваших персональних отношений с господином Аваковым. Ну, почему же? Это очень интересно. Сейчас к этому вернемся. Просто є така політична сила, національний корпус, бувший Азов. Ее зачастую связують с тем же Арсеном Аваковым. Хотя справедливості ради господин Белецкий отрицає всі возможні подобніі связи, однака СМІ упорно твердять. Связано і зв'язано. Я хочу вас просто спросить, не получается ли якось невдобно, що вот с Аваковым у вас не простые отношения, а с національним корпусом, который связывает с Аваковым, вы объединяетесь? Ну, по-перше, вы самі щойно сказали, что Белецкий заперечует. По-друге, мы не объединяемся, а мы координуемо наші дії с усіма идеологично близкими політичными силами. И мы пишемося тим, что два месяца тому назад мы подписали маніфест национальный разом с национальным корпусом, разом с правым сектором, с Конгресом украинских националистов, организацией украинских националистов и другими громадскими политическими организациями националистического спрямования. Друге, цей маніфест – это идеологическая позиция, это план выхода Украины из кризи с точки зрения националистов. Это очень важно. Больше того, мы установили червоную лінію перед владой, и мы им окреслили коло национальных интересов, за которые они не имеют права выходить. До речи, часть из этих, скажем, дій они как раз сейчас хотят делать. Это приватизация стратегических предприятий. До речи, Гройсман сегодня, вы не обратили внимание, в чом был ключевой меседж его пресс-конференции? Я вам сейчас приблизно поцитую. Він что-то таки сказал, типа, я бы хотел, чтобы мы как-найшвидше перейшли до широкомасштабного распродажа майна. От, в основное, все решта – зарплати, пенсии, подвищение, понижение тарифов – это все шумовиння. Насправді, в интересах олігархов, они хотят тупо продать стратегические предприятия, которые не можно продать, и они, тем больше, подчас войны, и, другим, они хотят из молотка кинути украинскую землю и продать эту украинскую землю. От в чом их основное завдание. А все эти отставки, про которые мы говорили, они повязаны, а, с одной причиной, возможно, международным тиском, б, они могут быть связаны с экономическими факторами, потому что влада может быть и непредбачиванными действиями, и революции, которые могут их смести, и они кинчат гирше, как я находюсь, поэтому нужно вкрасить уже и негайно, и как-найбільше. И, третье, нужно придумать что-то, чтобы подовше залишиться при владе. Так вот, я вам хочу сказать, я не отключаю того. Может, никто не верит, а может, вы меня еще за месяц-два запросите, и вы скажете, что я говорил про это. Что сейчас президент, разом с своим оточением и своей командой, а кто команда президента, как мы с вами говорили, это коалиция большинства, уряд, президент, то, что они нам запускают мульки, стосунки президента и Гройсмана натягнулися, может, натягнулися, а может, и не натягнулися. Дуже часто запускают цезону. Так вот, могут оголосить достроковые, не парламентские, а президентские выборы. Поки рейтинг президента еще такой, что можно выиграть, потому что в 2019 году будет очень сложно выиграть, плюс, они будут спекуливать на безвизе, хотя, насправді, заслуга безвизу Небесной Сотни, а не будь-кого с политиками. И тут они могут або на літо, або на початок осени лупануть президентские выборы, плюс референдум про змину конституционного влада Украины, перетворить Украину с парламентской на парламентскую республику, скасувати посаду президента, або президент, номинальная посада, яка обирается в парламенте, и тогда, на течение времени, плюс, что можно запустить референдум по НАТО, и сейчас крутить эту тему, Порошенко может появиться еще один шанс пройти в другий тур, и, что интересно, когда третья захочет идти в президента, он же не пьет на президента, потому что он может пить на посаду премьера, до которого перейдут все повноважные. И в том смысле, повязаны все эти отставки. Вы посмотрите, Гонтарева, это же человек президента, она кроку не сделает, это же человек близко к президенту. А Гринев, который пошел в отставку, вы не думали, почему? А Гринева же уже штаб, значит, возглавляет, да? Ну все, любая этой логики ваша, я же тут мои заслуги никакой. А перед тем, что он пошел, Гонтарева, Белоус и так далее, и Насиров вся эта история. До речи, вы знаете, что люди, бизнес-компании, вы тут такую шахматную доску сейчас интересную разгребаете? Ну и здесь вопрос, как будет украинское общество себя вести, будет показывать, что оно такого подданнического типа устройства его, или какого-то другого, потому что очень много разных тестов включают. Вы знаете, украинцы терплять, терплять, а потом... Да, но здесь вопрос, вы сказали важную вещь, сейчас мы к ней вернемся. О, значит, о том, как, о давлении международных партнеров наших, разных институций и так далее, да и государств, в общем-то, их лидеров. Так вот, вот эти вот все расклады, которые вы на этой шахматной доске, вот как они будут восприняты? Там же тоже люди читали вот это Эрнстен-Янговское исследование, да? Я думаю, у них есть еще документы, которые... А у них надо еще закличить. Может, не только читали, а вы писали? Все возможно. Поэтому, Олег Гришневич, мы сейчас будем о них и говорить, о этих заокеанских партнерах, но... И не о возможных последствиях встречи Рекса Тиллерсона, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, с российскими руководителями. Каждый будет хотеть достичь успеха, да? Вот здесь очень сложно, да? Часу мало, дозвольте, я швиденько порекоментую. Отже, первое. Загадайте, будь ласка, когда произошел Brexit, и тут в той студии и взаимодействии в Украине была страшная история, что это уже полная катастрофа для Украины. Я один из небольших у вас тут говорил, что это ничего страшного. Навпаки, Британия еще больше будет защищать интересы Украины. Что случилось сегодня в Италии? Что, власне, представники англо-сакской группы, так можно ее умовно назвать, та самая Великобританія, Канада, они стали больше на сторону Украины, потому что они требовали санкций для Росии. За что? Не за Украину в данном случае идет, это за химическую атаку в Сирии. А что? Почали говорить кто? Немцы и итальянцы, плюс французы. А про молчалку кто? Да, про молчалку, но все равно, они начали говорить, что давайте против, давайте еще мы съясуем, что до чего. Так вот, знову ж таки, теза всеукраинского объединения свободы. Нам негайно, на международном уровне, для того, чтобы вырежать наш конфликт на Донбассе, нужно изменять нормандский формат, где Немеччина, Франция, Россия и Украина, на Будапештский формат. Можем залучать Британию и Соединенные Штаты. Они не хотят привлекать. Олег, стоп, 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 стоп. Слушайте, вы можете не хотеть сто раз. Тилерсон говорит, ну зачем нам это нужно? Налогоплатенщикам, что я сказал, говорит нам Рекс. Теперь давайте, вот вы меня спросили, кому я больше доверяю, сайту президента, а я вам хочу сказать, не поспешайте давать оценок из частковых информационных поведомлений, кто что сказал. Ви пригадуете истерию у нас тут в Украине, в которой все сказали, Хиларі Кліндон переможе на виборах. А когда мы звонили в Америку, то украинцев они сказали, та нет, а Трамп виграє на виборах. Наши політики, владоможцы, понаписывали в Фейсбуках, понаговорили купу дурниц. Вы знаете, почему у нас сейчас проблемы с Штатами? От, власне, через их долгий язык. Через те, что наша дипломатия гнило, неграмотно спрацювала. Бо, по крайней мере, треба было заняти нейтралитет, а не ставить ставку Украины, как держави, на Кліндон. И после победы Трампа сейчас очень сложно обладать эти отношения. Поэтому моя рекомендация, политикам не делайте поспешных комментариев из непереверных джерел. Первое. Другое. Я, может, или не впервые хочу похвалить за этот крок, который был сделан, и что на сайте президента появилась информация, не знаю, правдива или неправдива, но информация, как бы, позитивна щодо посилу до украино-американских стосунков. Это неопережение. Так. Тобто, не знаю, чи відбулася така розмова, потому что кто его знает, что там они на дроте говорили, Порошенко с дж. секретарем США. Но это, что было написано на сайте, было сделано правильно. Что, когда они едут сейчас делегацию в Москву, они будут говорить про то, что они против пакета, не смешивайте докупи Сирию и Украину, потому что такой пакет сьогодні зацикавлено обговорювати в России, что они чётко стоят на территориальной ценности Украины, Крым – это Украина, и так далее, и так далее. А вот то, что где-то сказал французский премьер американскому держсекретарю, я, до речи, читал, я просто теж не хочу быть голосливым, але я читал деякие інші європейские джерела, где было совсем по-другому это сказано, где, наоборот, звинувачивалися больше французов, что они не так сформулировали, а американцы займали больше проукраинскую позицию. Такой спорченный телефон пока получается. Я до чего веду, давайте не робите поспешных висновоків, особенно в международных питаниях, бо это имидж украинской державы. Я все поняла, наконец-то, я все поняла, просто нужно было Олега Тегнебукова, уж кто друг друга поймет, как не националисты украинские, националисты, американские, республиканцы, да, там, или консерваторы в Европе, они же друг друга понимают. Послов США, поедете. Да, абсолютно. Вот, хорошо, не, но здесь все понятно, здесь вот чутко Олег Тегнебуков может моделировать, по крайней мере, да, вот образ мышления и вообще какие-то последующие шаги, вот, но мы сейчас, друзья, еще одно мнение, потому что он очень хорошо понимает вообще, чего ожидать от Трампа. У вас Олег Тегнебуков буквально минута, и мы идем дальше, у нас есть тема еще. Погоджуюсь с большинством тез, которые были высказаны попереднюю, действительно, если бы президентом был демократ, Обама, ну, под суммином, что он бы дал наказ про ракетный удар по Сирии. Это первый момент. Второй момент. Обговоряючи заяву Трампа о Певничной Кореи, я бы сказал, что эта заявка швидше стосовалась не Певничной Кореи, а Китаю. Вона была адресована Китаю. Что мы без Китаю можем вырешить вопрос с Певничной Кореи. Безусловно. И тут есть подтверждение тех тез, которые озвучивались, что Соединенные Штаты Америки не будут сдавать роль наддержавой, которая... Как бы не получилось, вот как в Сирии, по щелчку пальцев нанесли ракетный удар. Ну и так, чтобы повлиять на Китай, давайте сделаем что-то с Северной Кореей. Давайте так. Что нам нужно от Америки? Давайте выходить из наших украинских национальных людей. Нам треба, чтобы они нам дали летальную оружие. Нам треба, чтобы они нам дали возможность защищаться от московского агресора. Нам треба, чтобы они нам дали сучасные системы противоповетраної обороны, которые бы нас могли защитить. Нам треба, чтобы Украина какнайшвидше могла вступить до Певничного Атлантичного Альянсу. Нам треба их реальная, а не декларативная допомога згідно Будапештского меморандума. И тому мы зацикавлены, как Украина сегодня от таких кроков Америки. Бо чем больше разрыв между Штатами и Россией, тем лучше для Украины. Ворог, ворога, ворога. Мы о разных бумах здесь говорим на соборделе. Олег Грифсач, ну просто скорее это же действительно очень серьезно. Серьезная история, потому что если этой дубинкой ядерной можно было весь мир шантажировать долгие годы. Чтобы украинцы процветали и наша держава мала перспективы. Это правда. А там между собой грызутся. Вот раз хотите поговорить о перспективе, я думаю, что все хотят услышать о нашей украинской перспективе, наши зрители. А вот мы просто об лицом сейчас просим наших гостей, запретить, разрешить. Вот что думаете? Знаете, спочатку угорцы просили дайте нам угорские школы, дайте нам угорские детячие садочки. Потім на наших державных установах в том же таки Береговском, Виноградовском районе на Закарпатті почали появлятися незаконно угорские прапори, в том числе замість украинских прапорів. Потім почали в школах виконувати не украинский национальный славень, а угорский национальный славень. Тепер приезжает высокопосадовец из Угорщины и говорит легализуйте подвейное громадянство. А завтра что? Они до нас приедут и скажут это наша территория историчная? Повертайте нам ту территорию. Я хочу вам нагадать, чому свободу была против подвейного громадянства. Згадайте, коли Росія йшла війною на Грузию в 2008 році. Вони тоді сказали, що вони їдуть защищать сатечеств вінікав. Тому що в Південній Осетії і в Абхазії пороздавали 90% мешканцям тих територій російські паспорта. І Росія могла сказати, так це наші співвітчизники, ми їдемо їх захищати. І тому, шановні, в нас є велика проблема сьогодні на Буковині щодо румунських паспортів, в нас є велика проблема сьогодні в тому ж таке Закарпатті, щодо А в нас в Конституції як написано? В нас написано в Конституції, що єдине українське громадянство. І до того часу, поки не буде змін, ніхто не має права, навіть з дуже шанованих нами партнерів європейських союзників, приїжджати сюди і нам тут розказувати, що за європейськими нормами, що не за європейськими нормами. Це не стане очередним камнем приткновення в отношенні Хукаїни зі своїми сосіднями. Я вам скажу, та вибачте, нам з Європи треба брати кращі традиції, а не будь-що, що вони нам гірше нав'язують. мені кажучи, будь-то гнилуте в цьому сміслі означає корупція, яка гнилуте, розрушать все. Люди, люди понимають, що нужна подстраховка. Ну, слушайте, ну, хто би, хто би, житель, гражданин какого успешного государства, я б хотів второго гражданства. Це є влада, яка піддається на будь-які вимоги чи Заходу, чи Сходу в інтересах не національних, а в інтересах якихось своїх, особистих. Оце є гнилута. Гнилуту я називаю конкретно владу. Бо давайте підставителі власти, як раз усвишемо. В нас в Конституції чітко написано одне громадянство. Більше того, а ви врахуйте, яка в нас проблема завтра буде, коли ми повернемо Крим і окуповані території Донецької і Луганської області. Я взагалі за то, щоб всі ті, хто брали російське громадянство і викидали українські паспорти, ніколи їм не можна дозволяти повертати українське громадянство після того, як ми повернемо собі ці території. Хай їдуть туди, їм там добре в Сибірі, прошу дуже. От ви якраз упоминали, гді, ви слышали моєго мнення відносительно тих предложень, поки ще доподлинно неізвісно, які вони, поскольку текст ми не бачили, але та інформація, яка вже доступна, це назначення глави НАПК руководством Кабінета Министрів, розширення полномочий глави НАПК, ну і предоставлення доступа к реестрам Минюстер. Ну і главное, то, о чому Береза, прощаюсь, с тобою, сказав, ну вот, є інституція, а ми не можем не уволити цих людей, як вони не работають банально, нічого не можна взяти, так вот, як раз таки, ну, при всій критіці услышанні вот ці изменення, вони дають можливість увольняти председателя членом на ПК, от интересно. либо независимый, но не рабочий, либо рабочий, но зависимый. Фактически, жінка такая. Цікаво, що зараз середовище народних депутатів мені доводилося чути таку думку, що, мовляв, якщо раніше ми в середині Верховної Ради могли один одного звинувати, і це ми мали тільки такі повноваження, казати, ти корупціонер, а то казав, не ти корупціонер, ти злодій, ні, ти злой. Депутатская фишка. А тепер тут бах, появилась якась структура, яку ми не можемо звільнити, на яку ми типу впливу не маємо, і вони, якби, самі взяли на себе такі повноваження. З іншої сторони, і структура нічого плохого, і ще не зробив депутата. Ну, давайте будемо також відвертими, що керівник НАЗК призначався просто так, з повітря, теж за квотним принципом. Наскільки я пригадую, можу помилятися, але, наскільки я пригадую, це була квота Народного фронту. Тому давайте, скажімо, розуміти, що до цього часу, поки в нас буде от система олігархічної влади, то навіть для вигляду нібито незалежні структури, які борються з корупцією, будуть призначатися в інтересах конкретних політичних сил і конкретних кланів. А те, що був величезний скандал під час виступу керівника цієї структури в парламенті, який був пов'язаний з різними речами, в тому числі і з їхніми заробітними платами, їхніми преміями, ну, дійсно, Береза правильно говорить, якщо незалежні журналісти можуть собі дозволити провірити тисячі декларацій, а ця структура каже, що в них нема часу, бо вони пішли на обід, ну, то, вибачте, будь ласка, за що ми, платники податки, платимо кошти? А Корчак, чуть ли не со слізами на глазах, говорить, слухте, да я і бумагу для принтерів і свої зарплати закупати. І все. Так само, як ваш брат журналіст, ну, чомусь зуміли журналісти, наприклад, написати до кожного депутата запит і спитатися, ти входиш в коаліцію чи не входиш? Тобто, журналісти протягом тижня часу отримали листи від кожного народного депутата, щоб доказово довести, що немає коаліції, а ціла структура, апарат Верховної Ради України не здатиме того зробити за три роки. Відомі, просто нужно редактора жестокого з палкою поставити під головою на ПК. Ви до чого ведемо? Що теперішня влада, вона просто чисто знахабніла. І ще й от те нахабство полягає в тому, що вони не тільки зарплати собі мільйонні виписують, але й премію собі такі сайт. Так, ось що цікаво. Олег Ярославович, зараз прокомінітируєте про це. Так ось що цікаво. Після 14 квітня парламент на місяць і два дні йде на канікули. Тобто, коли ухвалювався цей календарний парламент в січні місяці, вони очевидно прорахували той момент. І це якраз є оте підтвердження моїх перших слів. Це змова. Вони всі разом. Парубій, Гройсман, Яценюк, Порошенко. Це одна команда. І одна відповідальність в них. І тому вони відтягують цей час звіту і можливої відставки цього уряду. Бо не домовилися ще між собою. Ще на шаховій дошці ще фігури не попереставляли. Так, як вони би цього хотіли. Тобто, ви вероятність відставки все-таки розсматриваєте? Тобто, що вони реалістичні не говорять сьогодні експерты. Я говорю, що відставка уряду не через поганий соціально-економічний стан держави, а через політичний деребан і відповідні призначення на посад за квотним принципом. І квотний принцип був завжди в нас. І він зараз діє.